Здравствуйте. Проехали по делам, посмотрели, как тут красиво, какие тут частные дома красивые. Видели, какие частные дома. Решили, что мы должны вам показать. Мы можем парк здесь, остановить. Нет. Вы хотите идти туда? Да. Ну ладно, я говорю, мы можем туда сходить. Ладно, говорят, как-нибудь мы, может быть, сюда заедем еще раз. О, это здание тоже такой, этот дом. Частные дома. Красота неописуемая. Вон дом, вон дом. Ой, дом. Видели ров? Там все необычное. Я говорю, смотри, какая крыша. Ров. Какая-то необычная такая. Ой, какая-то закругленная там, если вон там видно. Ой, какая крыша интересная. Ой, какие старые деревья. Очень старые деревья здесь. Красиво. Ну, вы должны открыть двери. Заезжает это развернуться и говорит, такое ворота же открыты в дом. Ну, типа, что поехали. Ага. Да. Ха-ха-ха. Красивая эта территория. Изи. Изи там. Карду. Летхингов. Это красивая территория. Тем более, рядом с водой. Хорошо. Дорого здесь. Богато. Дорого богато. Красиво. Большие дома. Но они старые. То есть, они не новые. Территория старая. По деревьям видно. Но очень хорошо отремонтированные. И в хорошем состоянии дома. Но здесь и не будет в плохом состоянии. Потому что у людей деньги есть. У кого нет денег, они продают такие пропожди. Пропожди, ну, владения переводятся. Продают и поселяются в чем-то поскромнее. Тут есть еще еще один. Ой, какой забор красивый. Фенс, да? Угу. Да. Угу. 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 Он говорит, что видел этот знак, историческое место, девятьсотые годы, то есть тысяча девятьсотые годы, территория видна, асфальтвалась или начали строить или что-то в этом роде, но это не значит, что это было. Я не знаю, что эти дома такие старые девятьсотого года, но имеется в виду, что территория старая. А здесь уже пошел город. Все, выехали как быстро, да? Выехали мы. Все, город пошел. Ой, что у них эти птицы-то, вот эти черные? Господи, эти вороны. Смотрите, сколько их тут. Все, выехали. Поехали по... Ой, дождик пошел. Все, ничего я вам не показала, но просто думаю, даже я буду показывать дома красивые. Где мы идем, Ханни? Мы идем, не вот здесь, здесь вороны. А, окей. Опять разворачивается. Сейчас тебя там взад как даст кто-нибудь. Здесь банк. Написано было. Дождь пошел. Дождь пошел, тем, 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 тем. И они концентрируются где-то в одном месте. Боятся, наверное, этого урагана. Ураган будет не у нас, будет в Луизиане. Когда будет ураган, Ханни? Вместе? Нет, ураган уже в Луизиану. Уже пришел в Луизиану. Уже пришел в Луизиану. Все, будем ждать этих. Ну, бывают какие-то разрушения, но бывают. Ну, я не думаю, что там. А вот категория. Four. Категория четыре, но это так себе. Так себе. Разрушения бывают, когда категория семь. Nice church. Church over there? Ah, yeah. Сейчас церковь видим где-то там впереди. Уже в Луизиану пришел. Это с обратной стороны Флорида, через Мексиканский залив. Так что Флориду в этот раз обошел. У нас в августе и в сентябре всегда эти хюракейны. Но они бывают же слабыми, бывают посильнее. В основном, что на моей памяти. Да, я 15 лет живу. Знаки повалят. Ну, какие-то знаки. Вот этот не повалит. Вот этот может развернуть, повалить. Такое вот, знаете. То есть листья, ветки старые. Особенно пальмовые ветки. Вот там вот, например, да. Сухие вот эти ветки. Все собьет. Все будет на земле валяться. Но здесь службы очень убирают. Они к этому готовы. Они убирают очень быстро. То есть ты ехать по веткам не будешь. Все с дороги сразу сметается. Но увидишь потом, где-то, когда приезжаешь после урагана в то место. И так это кучами набросаны эти все сухие ветки, листья, палки и прочее. И знаки так это наклонены туда и сюда. Муды, что-то валяется, мусор где-то разнесло и так далее. Вот. Ну, что сделаешь? В тропическом климате жить. Всегда это бывает. Но так, чтобы со смертями, нет. Вот в 2005 году было у... В 2005 году было в Луизиане. Вот примерно та же, что затопило город, да? Дамба. Дамбу снесло, которое держало воду. И затопило воду из этого, из озера. И затопило город. И плавали трупы и прочее. Но трупы вот эти плавающие... Погибло-то, да, тысяча, по-моему, человек погибло. Прилично. Ну, там не только эти, которые плавали. Погибли кто-то, а не успел из этого вывезти. Из дома престарел их кого-то и так далее. И там тоже там вот это вот организовано было, видно, плохо. Что-то хотела сказать. Да, из плавающих трупов на улицах, да? Ну, то есть затопило город. В воде было и плавали трупы. Даже по российскому телевидению видела. Я тогда еще не приехала в Америку. Я приехала в 2006 году. А в 2005 точно вот за год плавали трупы. И я видела по телевизору. Я помню, моя мама там с ума сходила. Как же ты поедешь, если там трупы плавают? А тогда, по-моему, я уже ждала визу, по-моему, или что-то мы уже оформляли. Как же ты поедешь, трупы плавают? Про трупы плавающие. Всем объявили. Там задолго было. Но там за неделю сказали, что будет очень сильный, значит, этот шторм и ураган. Потом за 4 дня сказали, надо уезжать эвакуироваться. Сказали те-те-те-те территории, которые самые низко расположены, у кого дома. Значит, потом через 3 дня вообще сказали, значит, с полицией. Уже не просто радио, телевидение или как там они тогда присылали сообщение тебе. А уже полиция уже стучалась во все двери. И тебе говорили, что ты должен уехать. Понимаете? Ну, если тебе так говорят, значит, надо уезжать. Ну, говорят, вот это то бомжи какие-то, что сказали, нафиг мне надо, я тут не поеду. То эти говорят, что даже мародеры были по домам, шарили в этот момент. Представляете? Когда город был под водой, находились эти молодчики, которые... Ну, вот кто-то, кто забирался там где-то на верхней этаже, где было... Ну, где воды не было или не знаю как. Вот. Ну, полиция была все время, говорят, что это там на лодках они плавали по городу. Это бедная полиция, кошмар. На моторных лодках по городу, слышите? Вот. Ну, мы уже едем не в красивой территории, как вы видите, уже здесь. Вот. Вот такие были дела. Да, так вот, про плавающие трупы. Сказали тебе выезжать. Значит, давай, шуруй и вообще... Это самое... Ноги в руки и пошел. И не важно, где ты будешь. Машины есть у всех. Ночевать будешь в машине, ничего страшного. Переночуешь там... Сколько там? Три-четыре дня, даже если негде тебе остановиться. Или нет денег на отель. Переночуешь в машине. А здесь растерия очень хорошая. Там есть и душ, и вода, и все подряд. И было аж организовано все, что рядом было с Луизианой. Воду подвозили. Какую-то там еду бесплатную, бутерброды подвозили на эти растерии. Растерия – это территория отдыха для водителей. Когда едешь по дороге, и там каждые 100 километров, может быть, 50 километров. Не знаю точно, сколько по расстоянию. Есть эти растерии, где ты останавливаешься. Люди там спят. Там помещение, там можно всякие кока-колы, кофе взять. Ну, такое вот, да? Вот, так вот, в растериях... Ага, там вот вода видна. Там вот вода. Как интересно. Как интересно. Как интересно. Как интересно. Ага, там и красиво. Вот, так что... Да, так вот, некоторые просто игнорировали, особенно эти. Ну, кто-то из этих алкоголиков, и это самое... Ну, когда вот вылавливали людей, тогда вот этих вот плавающих там. Ну, что-то такое. Там говорили цифры, я не помню. Ну, может быть, 50 человек там это плавало в этом даунтауне. Он, по-моему... Кажется, в даунтауне они там утонули, потому что это ниже было по уровню. Ну, так про что я? Про то, что хомлессы эти, бездомные плавали. У нас аль? Ну, тоже. Были же организованы эти все, а там за неделю, за 4 дня. Найс, ахи. Хани, гоу стрейт ахэд. Самбарь вилл шутас. Я говорю, кто-то нас тут застрелит шут. Очень старые дома. Ну, вот эти, на, не очень такое оно здесь. Такие старючие. Господи, в такой старой заросшей территории. Что-то они плохо тут деревья обрезают. Старые. Вот этот будет еще подороже дома. А те... Какой? Very old houses, а? Вот эти точно с 90-го года. Точно по 100 лет, небось. Только перестроенные маленько. Но эти нет. Как мы сюда в эту территорию забрались, неизвестно. Ну, интересно. Когда тебя везут, а ты снимаешь. Вот это вот чисто типичный такой американский домик. Вот такой вот. Всегда в кино такие, вот такой вот. Вот-вот-вот типичный. American house, а? Old America here. Oh, a lot of Spanish house. Точно. No, this... Ой, радуга, радуга. Смотрите, радуга. Honey. Rain... How they call this? Rainbow. See that on the sky? No? Wait, 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 wait. Yeah, see now on the right. You see that? Радуга. Ой, красиво как. А во Флориде часто радуга. Бывает еще и поярче. Ой, красиво. Вам видно там вам радугу или вам не видно там радугу? Красота. Ой, ну здесь старючие маленькие домишечки. Ага. Ой, такие маленькие. Rainbow. Радуга. Радуга. Honey, say rainbow. Rainbow. Бо – это такая лук, стрела. Вот этот лук, из которого стреляют. А rain – это дождь. Ой, красота. Ой, красота. Тишина, красота. Вот, так что... It's okay to part there. You don't want to walk into people's yards. Oh, yeah. Так что утонули те, кто проигнорировал. Было все организовано. И какие-то для хомласов эти автобусы. Но они вообще не поддаются никакой организации, эти люди. Они вообще сами по себе. Они не пойдут никогда. Хоть да им что там. Вот. Было все это организовано. Ну, кто пренебрег, тот и погиб. Уезжали наши знакомые, уезжали. Дом был затоплен. У них метр. Метр в доме стояла вода. Вы можете себе представить? Вот что с мебелью, что со всем. Она говорила, что я уносила там фотографии, альбомы, прочее такое вот. Yeah, we can go here. Let's go out. For one. Она говорила, что все там фотографии, что-то еще. Но бумаги все она переносила на второй этаж куда-то. Зная, что вода будет в доме. Представляете, кошмар. Потом они его отремонтировали и продали этот дом. Смотрите, окна закрыты с щитами. И дом вообще... Это бассейн. И дом такой пустой. Видно или на продажу. Но вообще около него ничего нет. Honey, don't go to. Нет, я говорю, не иди на пропорти, территорию. Самофановый кульс. Как все у нас мусорки. Они убираются, учтите. Так, вода. Ну, это ж это река. То есть этот залив. Это ж вам не море, ничего. И здесь купаться нельзя. Каменюки. For lux better. Это для лодки. У кого-то была старая этот подъемник лодочная. Ой, плескается рыба. Fish. DTC. They jump. Прыгает рыба в воде. Вон людей. Это ж этого дома. Этому дому принадлежит этот пир. Пирс. Да, по-русски пирс. Вот этому дому. И там лавочки и подъемники для лодки. У кого есть лодка, у кого нет. Красиво, хорошо. Смотрите, это парусник, да? Белеет парус одинокий. Только паруса нет. Но мачта есть. Beautiful. Смотрите, сколько тут этого травы. Эти люди косят. Это ж с ума сойти. Может быть, она не вся им принадлежит. Может быть, вместе вот с этой территорией косит этот город. Но все равно они здесь что-то за это, за все платят. Не, вот это вот принадлежит там, где мы стоим. И этот паркинг лад, где остановились. Это принадлежит городу. А это... Хани, this grass belong to them? What this one land? To them, right? Are you sure? Это, говорит, их должно быть. Это они, говорит, тут. Должны косить, и все. Не будешь косить, раза три пришлют предупреждения. И потом ты уже не только сеть, а и жить здесь. Нет, пришлют эти, увеличиваться будет штраф. Притом увеличиваться в разы. Шип, right? Угу. Туристический кораблик. Дрэк, 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 дрэк. Хани, ты говоришь? Дрэк, 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 дрэк. Дрэк, 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 дрэк. Он не умеет дрыгать. Это чисто русское. Хани, nice, а? Nice. So, so late now. About 7 now, right, PM? 7? Да. 7 часов где-то. Это уже так поздно, а они все еще дрыкают. Дрэк, 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 дрэк. Дрэк, дрэкают. Ну просто кораблик, без ничего он там. Нет, там есть, наверное, это. Does have something, honey, beer there or something, no? No, they should. Entertainment something, no? Easy to have beer. Наверное, ни танцев, ничего там нету, маленький. Like soda, right? Maybe no beer. Not here, yes, definitely have beer. They have? I would think so, yeah. Говорят, должны иметь пиво и это сода. Но сода имеется в виду все газированные напитки, а не содой называют. The trophy's boat towards. Довольно быстро идет. It's very fast the moving, а? Дрэк, дрэк, дрэк. Maybe some done eating or somewhere. I swear, it looks like maybe some done eating. А sunset, sunset, sunset not beautiful, а? Because clouds. Ага. Я говорю, закат некрасивый, потому что облака. Если бы не было облаков, закат бы здесь мы посмотрели. Все, поехал, дрэк, дрэк, дрэк. Let's go, honey. Потому что трава покушенная такая. Прямо такая, как ковер мягкая такая. Класс. Все, поехали. Этот строится. Пластиком затянутый, переделывает что-то. Флористские дома. Красиво, правда? Здесь все такое вот. Кто-то писал мне, у вас даже цветов нет. А цветы у нас не выживают, девочки. Ну, смотри, какие. На бушах, на этих, на кустах, да, цветы. А так нет. У нас цветы с цветами тяжело. То есть на грядке цветы это только зимой. Зимой, да. Зимой вот будут расти. Где-то там три месяца. Январь, февраль, март. Остальное все, оно сгорит. Нет. Ну, смотри, какие. Вот этот на продажу стоит дом беленький. Смотри, какие. Ну, вот что-то там у людей цветет, видите. Кустики с цветочками. А так, чтобы клумба с цветами, как у нас уже памятник Ленину и клумба вокруг. С цветами летом нет. Такого у нас нету, потому что у нас температура зимой, как у вас летом. Изи, изи, трог. Зимой, как у вас летом. А летом у нас, как в Африке, то есть 35 градусов жары. Ну, 35 же не каждый день, но 25 же каждый день, понимаете. 35 в кое-веки, но все равно, но бывает. Бывает. Где-то там пара, но 35 раз в неделю точно бывает такая жара. Ну, везде кондиционирование, система очень сильная везде. И в машинах, и все. Машины вообще без кондиционера, это немыслимо здесь. Здесь есть очень много ремонтных мастерских по кондиционированию. Это в машинах ремонт кондиционеров и в домах, поэтому здесь очень легко. Здесь моментально приезжают. Завтра, вот позвони сейчас. Сейчас приедут и сделают завтра кондиционер. Но в доме, я имею в виду, одну ночь придется помучаться. Вот, и кондиционерщики. Очень много людей, работающих в системе кондиционирования этих ремонтных дядек. Кстати, они получают очень хорошо. Вот кто приехал только в Америку, вы учитесь на них. Ну, слесарь по ремонту кондиционеров. Они снимают этот, вот около дома, эти большущие такие кондиционеры. Да, я показывала много раз. На земле стоят. Снимают его и ставят новый, устанавливают. Или ремонтируют, как там они что-то. Или тормостат сам ремонтируют, если сломался. Сама вот эта управление, панель. Они возрабатывают неплохо. Ну, еще бы. Если новый кондиционер установить, 6 тысяч долларов стоит. А на такой дом, как наш, двухэтажный, если два вырубится, там два кондиционера, на первый, на второй этаж. Если два сразу вырубится, так будешь 12. Ну, два сразу не вырубается. Ну, представляете, 12 тысяч. Поэтому, говорят всегда, когда вот покупают люди дом, и технический осмотр, да, вызывают люди. Ну, нормальные люди вызывают. 400 долларов, 700 долларов, в зависимости от размера дома, стоит технический осмотр дома. Специалисты приезжают. Они приезжают с этими, с противогазами. Если надо лезть вот так вот на крышу, вот туда там, то есть на чердак. Есть же чердаки, которые не, ну, не жилое там помещение, они плохо продуваются воздухом и так далее. Он надевает противогаз и смотрит там техническое состояние дома, да. Лезет вокруг и делает описание, делает большую такую книжку тебе про описание этого дома. Не книжку, но несколько листов недостатков дома. Вот. Это прежде чем ты, ты когда уже сделал заявление о том, что ты будешь его покупать, делает. Ты можешь потом отказаться, да. Но деньги потеряешь. Вот эти вот 300, 400, 700 долларов, в зависимости от размера дома, ты потеряешь на технический осмотр. Но что делать? Люди все рискуют и платят. Вот. Хани, хани, хани. Скипал? Да. Ага. Так это. Так это самое. А, так про что я? А, ну да. И они проверяют еще и кондиционер. Вот старый он, новый. Вот смотрят его. Ну там модель. Они не проверяют его, а тут смотрят. Не, проверяют. Ставят температуру так-сяк. Они даже эту вот стиральную, как ее посудомоечную машину, да, это же входит все в американский стандарт. Обязательно должна быть в любом доме. Открывая стиральную оясь. Вот так она, господи. Это посудомоечная. В кухне машина. А? Ринда не идет. А, окей. Этот самый посудомоечную машину открывает, ну, в смысле, проверяет ее, включает и пошел по дому. Она же долго работает, да, она будет там часа два только шуметь. И вот он смотрит, то есть, когда она остановилась и посмотрела, ага, вода там была горячая. То есть, работала машина. Стиральную не проверяет, сушильную, нет. Вот это оборудование ты либо с собой привозишь, либо тебя оставляют. Часто оставляют хозяева. Вот, но они не проверяются технически. Там и холодильник тоже нет. А вот именно посудомоечную, она как встроенная в систему мебели кухонной. Также вот эти кухонные все эти дверцы. Он откроет, закроет, откроет, закроет и напишет, что некоторые там кухонные дверцы. Сломано, не работает и так далее. Даже вот это вот. То есть, это, казалось бы, визуальные мелочи, которые ты сам видишь, да? Вот. Ой, здание какое. What is this building? Клаб сама. Клаб. Какой-то клуб такой. Девки оттуда идут. Ага. Так про что я? Я про то, я. Я про то, что... Красивая сейчас, наверное, у нас здесь хорошая. Смотрят на воду. Только на Мэйн Роуд, да? Вот здесь машины все время джвикают. Не очень приятно. То есть, на дороге находится церковь. Вот. Так про что я говорю? Про кондиционер. Да, да, когда они техники эти посмотрели дома, делают описание, они даже иногда говорят, просто говорят, что вы вам, когда... Тор-бусы, наверное, из-за здесь. А, окей. Можно ли мы идти? Можно ли мы идти? Да, это ресторан, да? Это где-то, где мы были здесь. Да, я думаю, что мы были здесь. Ну, мне что-то, кажется, вы бы мы были когда-то здесь. Нет? Ну, ладно. Так про что я? Про то, что... Что хотела сказать? Перебил он меня что-то. Ресторанная территория. Да, люди уже здесь ходят. Кушает. Вечером. Динер у них. Динер – это обед. Сейчас 8 часов вечера, девочки. У них динер. Знаете, да? У них этот обед поздно. Слово сапор почти не употребляется. Сапор – это ужин. Это вы в словарях прочитаете. А в обиходе его просто нет, этого слова. Есть слово динер. Они поймут, что это такое, но они его не употребляют. Как очень многие английские слова. Вот это вот английский у нас в нашей стране изучение. Это что-то вообще никто не поправил никогда учебники на просто международный манер. Американский, английский – другое, но и вот в этом. И в Европе я была, и везде придерживаются люди какого-то американского языка, а не бритишевого. Понимаете? Поэтому и никто ничего не исправляет. Это русские у нас приезжают и очень часто попадают в просаг со словами. И многое они понимают или их не понимают, потому что они учили бритишевый. Почему-то бритишевый, на котором мало кто говорит, только британцы. Ну, то есть в основном. Я уж не знаю, вот это вот Голландия там, на каком там она шпарит. Вот там не знаю, мы еще туда не доехали. А что касается Франции и Италии, когда попадаешь, ну, там плохо говорят, конечно. Нет, в Италии ничего. В Италии остановишь молодого человека, ну, молодого какого-то, 35 лет там вот так вот. То есть ответит по-английски тебе. Ну, так примитивно, но ответит. Ну, не все, может быть, но есть люди, которые говорят. Во Франции нет, они как-то, они же очень обиженные на Америку. Почему-то они вообще очень с ними. Французы и американцы не дружат, нет. Что-то у них там, это какие-то разногласия. Вот, не поделили что-то. Так это. Так все равно у них вот американские слова и этот, и прононс американский с буквой «Р», как у нас. Не бритишевый, что они проглатывают половину слова. Пишут 15 букв, а произносят три. Ну, про что я? Это я уже сошла, уже опять ругаться на английский. Вот это. Мы заехали куда-то. Да, так я не договорила про кондиционер, что когда техники посмотрели дом и вам выдали вот это вот все в напечатанном виде. А, еще фотографии там, там они дают напечатанный текст. Там пункт один, то-то-то, да-да-да, там крыша, то-то, то-то, там кондиционер, да-да-да-да. И еще и с фотографиями. То есть, где что там отвалилось и эта самая фотка, и потом уже на листах, вот это на принтере перепечатана эта фотка. То есть, недостатка, где-то трещина, где-то чего, еще и с фотографиями. И дают тебе целую вот эту вот, такая как большая книга получается, описание дома, который ты должен купить или твое мнение, или не должен купить. И они часто говорят, что да, все в порядке, но вы имеете в виду, что вам надо иметь тысяч семь долларов в запасе и не тратить, чтобы если кондиционер, значит, вырубится, у вас сразу была эта деньга. Прямо так и предупреждают, что имеется в виду, что кондиционер старый в доме, имейте в виду. То есть, если старое там что-то еще, провалится какой-то чердак, это все внутри, и там этот, вот. А кондиционер это страшное дело, пропадешь сразу, понимаете, то есть в доме жить нельзя, у нас же очень жарко, поэтому они сразу говорят, что имейте на счету лишнее, ну и называют там шесть тысяч долларов, ну сколько там этот кондиционер стоит на тот момент. Все дорожает, безусловно. Ну шесть, вот я слышала сейчас, один кондиционер. Смотря какой дом, вот те дворцы, которые мы проезжали, там и десять может стоить, а этот, одна, это, это я говорю, машинка с установкой, да, сам кондиционер машинка и плюс установка, все вместе, говорю, цену. Вот, и они говорят, что имейте шесть тысяч на счету, потому что кондиционер старый, такого-то там года, говорят, ну там, например, десятилетней давности, и вам придется его менять когда-то там, да, вот так вот предупреждают. Ну это хорошо, что предупреждают, потому что очень многие люди, они же, хотела сказать, женщины, да тут и мужчины, они туда не влазят носом. Это не наши русские мальчики. Я вас уже второй раз хвалю, мальчики, хоть бы написал бы кто-то, Лена, спасибо, ты нас хвалишь. Хвалила в мебельном магазине, что вы рукастые все по сравнению с американцами, никто не написал. Второй раз хвалю, мальчики, вы рукастые по сравнению с американцами. Вот чем, чем вы можете их, значит, это самое, то есть превосходить, так это вот руками, которые ремонтируют дома эти вот щеколды, там эти, я там знаю, стол прикрутит ножки к столу, розетку. Поменяете, ого, вот такую, люстру повесите, вы понимаете, это же я вас хвалю. Хоть бы кто сказал, Лена, спасибо большое, что ты нас похвалила. Это вот, да, не все русские мальчики, кстати, тоже этим занимаются, да, я знаю точно. Есть такие, которые тоже вот руки из того места выросли, как-то они вот из того места пошли расти и перестали, то есть и не работают. Есть и такие. Но у вас основная масса русских мужиков, она просто была жизнью заснула. Ой, я говорю про, не про 20-летних ребят, те научатся со временем. Вот, жизнь заставляла все, это самое, наших мужиков все-таки заниматься домом, ремонтами, мелкими ремонтами самим, да. Ну, не газовую колонку он там переставляет, да есть и такие, но я имею в виду, там это нужен газовик, да. А вот, а такое, как устанавливают что-то, люди делают очень многое сами. Люди, я имею в виду, хозяева домов, квартир. Вот, а в Америке вызывают все, все это вызывают. Нет, ну, он прикрутит ножки, конечно, к столу. Это он сделает, но розетку нет, не поменяет, люди. Даже не слышала вот от наших, что муж сам даже... А, вот одна вот у меня была, что говорит, я сегодня готовила, потому что его друг пришел розетку поменять. Во, слышала, значит, мы пришли на обед к ней, значит. Ну, на маленькую вечеринку, ой, птиц, бёрст, найс, а. Птицы там белые стояли. Мы пришли на маленькую вечеринку к ней, а... И она говорит, его друг, говорит, сейчас вот закончит, работает. Она там что-то была около него, что мы сели, ждали там, или что-то мы резали там, ну, то есть ее ждали. К столу хозяйку, пока она не разберется там с его другом, который ремонтирует розетку. Пригласил мужа, друга, который... А, друг вот вспомнил, друг-то констракшен был. Констракшен – это строитель. У него там было что-то такое, пять мексиканцев, три мексиканца, которые работали вместе. Этот строитель, который берется ремонтировать дома, что он... А, ну, поэтому он и ремонтировал розетку, потому что он это знал. А так обыкновенный дядя-бухгалтер или дядя, кто он там, неважно. Ну, какой-то там, не знаю, куби-продай-менеджер или кто. Нет, он вам, такое он вам не сделает, девочки. Но ножки к столу, может, и прикрутит. Уже хорошо, да, девочки? И за то спасибо, да? Вот. А баба зато должна вот готовить, все убирать. Вот прямо вот ей никакого нет этого снисхождения, да? Вот почему-то свою работу женскую, значит, женщины выполняют, а у мужчин не всегда, да, девочки? Это есть такое. Ну, поэтому, что нас и замуж берут за несколько морей далеко от дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова